Глава 3. Сердце, посвященное молитве. Вторая часть. Благословение 5. Довольство. Будучи женой человека, который 10 лет учился в семинарии, я столкнулась с большими трудностями в плане удовлетворения, и главным источником разочарования были наши финансы. Когда мы жили в маленьком доме с облупившейся краской на стенах и рушащимся потолком в гостиной, и вся зарплата Джима шла на обучение, аренду и еду, Бог имел дело со мной. Я отчаянно нуждался в его победе в области желаний и мечтаний моего сердца для нашего дома и жизни, и эти нужды побудили меня искать его в молитве. Снова и снова, день за днем, я отдаю все в руки Божьи, оставляя его работу удовлетворять эти нужды, а затем родился другой молитвенный принцип, если он не восполняет, значит, вам это не нужно. Благословение 6. Доверьтесь Богу. Доктор Джеймс Добсон написал, верите или нет, но для большинства женщин, принявших участие в вашем опросе, самой тревожной проблемой является низкая самооценка. Более 50% отметили этот пункт выше других вариантов в списке, а 80% поставили его в первую пятерку. Эти женщины, и, возможно, вы одна из них, могли бы извлечь пользу из огромного доверия к Богу, которым я начал наслаждаться, продолжая взращивать молитвенное сердце. И это нечто гораздо лучшее, чем уверенность в себе или чувство собственного достоинства. Доверие к Богу приходит, когда в нас действует Святой Дух. Когда мы молимся и принимаем решения, прославляющие Бога, Святой Дух наделяет нас силой для служения. Когда мы наполнены благостью Божьей, мы умеем уверенно и эффективно делиться Его любовью и радостью. Когда женщины-малитвенницы откроют себя преобразующему прикосновению Святого Духа, мы обнаружим в себе Его Божественную жизнь, которая будет переливаться в жизни других людей. Кроме того, в результате применения принципа «не принимай решений без молитвы», мы испытываем Божественную уверенность на каждом шагу, который делаем. Что же касается событий, о которых мы молились и в которых обязались участвовать, то мы можем наслаждаться уверенностью в том, что они происходят по воле Бога, и поэтому мы можем участвовать в них с восторгом, ожиданием и энтузиазмом. Мы можем искренне служить Господу с радостью, Псалом 100 стих 2, а не с печалью. Мы можем наслаждаться исполнением «воли Божьей», Псалом 40, стих 8, вместо того, чтобы смотреть на это с ужасом. Благословение 7. Служение молитвы. Когда я прочитал книгу Эдит Шеффер «Христианская жизнь со здравым смыслом», я наткнулся на концепцию, которая изменила мою жизнь и мою молитвенную жизнь. Говоря о молитве, госпожа Шеффер сосредотачивается на том удивительном факте, что молитва меняет ход истории. Она написала, защита интересов других людей меняет истории жизни других людей. Глядя на жизнь апостола Павла, она заметила, что он всегда просил других молиться за него, потому что ожидал, что произойдет что-то другое, как ответ на молитву. Павел ожидал, что история будет другой, поскольку ходатайство считалось важной задачей. Это зрелое понимание молитвы ободряло меня двумя способами. Во-первых, я смог использовать силу молитвы, чтобы изменить жизнь. Я знал по опыту, что молитва изменила мою жизнь, но, жизни других. Эта идея была для меня новой. Мне это казалось невозможным, но миссис Шеффер уверяла меня, что даже я, молодой христианин, могу сыграть роль в таинственных путях Бога. Она помогла мне поверить, что мои детские молитвы могут каким-то образом изменить ход истории. Второе откровение заключалось в признании молитвы служением, что было для меня важной идеей. В то время я была мамой с двумя маленькими детьми дома и чувствовала себя обделенной в церкви. Я боролась, потому что не могла посещать все замечательные женские занятия и мероприятия, хотя знала, что мое место дома. Столкнувшись лицом к лицу с тем фактом, что молитва – это служение, я положил конец моему ощущению никчемности и неэффективности. Тетрадь с чистыми страницами, которую дала мне Кэтрин, помогла мне начать мое молитвенное служение. Я использовал эту тетрадь, чтобы записать имена наших церковных служителей, миссионеров, которых мы знали, и просьбы, которыми мы делились в воскресной школе. Мое сердце воспарило, когда я присоединился к Богу в жизненно важном служении молитвы. Нет ни времени, ни места, чтобы перечислять многочисленные благословения, которые могут быть для вас и для меня, когда вы молитесь. Я только поделился очень немногими, но я знаю, что когда вы приклоните свои колени и сердце перед Богом и начнете развивать сердце молитвы, вы вкусите и познаете, что Бог благ. Салом 34, стих 8. Да, но как? Как мы можем развивать молитвенное сердце и наслаждаться благословениями, которые сопровождают жизнь, посвященную молитве? Вот несколько коротких мыслей. Заведите молитвенный дневник, чтобы записывать свои просьбы и ответы по мере того, как вы проходите свое личное молитвенное путешествие. Каждый день выделяйте время, чтобы побыть наедине с Господом в молитве и помнить, что что-то лучше, чем ничего. Начните с малого, и вы увидите, как нарастают мощные последствия. Молитесь всегда, Ефесянам 6, стих 18, и везде, наслаждаясь присутствием Бога, куда бы вы ни пошли, Иисус Новин 1, стих 9. Усердно молитесь за других людей, включая ваших врагов, Матфея 5, стих 44. Отнеситесь серьезно к огромной привилегии молитвенного служения. Ответ сердца. Первым делом, конечно, мы с вами хотим, чтобы наши отношения с Богом занимали главенствующие положения в наших сердцах. Я знаю, что вы, как и я, хотите идти рядом с Ним, и что его аромат пронизывает всю вашу жизнь и освежает всех, кто встречается на вашем пути. Это происходит, когда он встречается с Богом в молитве, поверженный душой и со смиренным сердцем. Итак, мой возлюбленный молитвенный друг, где бы мы ни были, дома или в другой стране, в машине или в душе, в инвалидной коляске или в больнице, сидим в одиночестве или в комнате с тысячами людей, мы с тобой может быть в гармонии с Богом через молитву. Мы тоже можем поднять бесчисленное количество людей на небеса и с уверенностью просить нашего всемогущего Бога изменить их жизнь. Я молюсь, чтобы вы серьезно отнеслись к этой могущественной привилегии. Теперь подумайте об этом, как вы думаете, может ли молитва, даже всего пять минут в день, изменить вашу жизнь? Ты можешь это сделать, пребывание в Божьем присутствии укрепит вашу веру, предоставит место, где можно сбросить свое время, напомнит вам, что Бог всегда рядом, и поможет вам не паниковать. Это способ, который Бог предусмотрел для нас, чтобы общаться с Ним, и когда вы примете Его приглашение общаться с Ним, это преобразит ваше сердце и изменит вашу жизнь. Глава 4. Сердце, которое слушается. Я нашел Давида, сына Ессея, человека по сердцу моему, который сделает все, что я хочу. Деяние апостолов 13 стих 22 Наблюдать за тем, как мои дочери превращаются в ответственных женщин, доставляло мне как матери постоянное удовольствие. Теперь, когда они стали взрослыми и решили жить самостоятельно, я надеюсь и молюсь, чтобы я дал им достаточно основ, чтобы они могли строить свою жизнь на основах веры, дома и приготовления пищи. Однажды ночью, однако, я не был слишком уверен в этом. В течение нескольких лет Кэтлин наслаждалась радостью и общением, деля квартиру с несколькими молодыми друзьями из нашей церкви. Часть приключения заключалась в том, чтобы готовить для группы в тот вечер, когда была ее очередь. Но когда она начала встречаться с Полом, они оба провели много ночей в нашем доме, просто, тусуя, со мной и Джимом. В один из таких вечеров Кэтлин решила достать наш запитанный и старый рецепт, любимый из нашей семьи, и испечь пирожные, чтобы завершить наш вечер. Прошло много времени с тех пор, как я делала этот рецепт, поэтому мы едва могли дождаться, пока они достаточно остынут, чтобы съесть их вместе с большим стаканом холодного молока. Наконец, у каждого из нас был большой брауны, который можно было откусить, но, попробовав его, мы поняли, что не откусим второй кусочек. Чего-то не хватало, не желая задеть чувства Кэтрин, мы по очереди говорим что-то вроде, посмотрим, мне кажется, это другой вкус, или, это действительно хорошо пахнет, и, Кэтрин, спасибо, что испекла кексы. Наконец, я спросил ее, не упустила ли она какие-нибудь ингредиенты. Со всем величайшим удовольствием на свете, он весело ответил, да я не солил. В квартире я научилась готовить без соли, потому что это вредно для здоровья. Эти бисквиты пришлось выбросить, потому что не хватало только одного ингредиента, маленькой чайной ложки соли, из-за чего их нельзя было есть. Точно так же, как кексы требовали, нескольких, ингредиентов, чтобы стать такими, какими мы хотели их видеть, есть несколько основных ингредиентов, необходимых для того, чтобы мы стали женщинами по сердцу Бога. Мы уже говорили о преданности Богу, преданности Его Слову, и преданности молитве. Но необходим еще один ингредиент, столь же важный, как соль в печенье, чтобы вы стали женщиной по сердцу Бога, это послушание. Сердце, которое радует Бога, это послушное, готовое к сотрудничеству и отзывчивое сердце, к нему и его заповедям, сердце, которое повинуется. Два вида сердцец. Название этой книги «Женщина по сердцу Бога» исходит из Божьего описания царя Давида. Я нашел Давида, мужа по сердцу моему, который будет делать все, что я хочу. Деяние апостолов 13 стих 22. Говоря от имени Бога, пророк Самуил ругал Саула, правящего царя Израиля, за то, что он не повиновался конкретным Божьим указаниям, 1 царств 13. Снова и снова в первой книге Самуила Саул переступал свои пределы, те, которые Бог установил для него. В нескольких случаях он особенно не повиновался Богу. Хотя он был очень осторожен, принося жертвы Богу, Саул не приносил Богу окончательную жертву, послушание сердца, полностью преданного ему, 1 царств 15, стих 22. Ясно, что Саул не повиновался ни Богу, ни его законам. Наконец, после серьезного акта непослушания, Бог послал Самуила туда, где был Саул, с двойной вестью, но теперь говорю тебе, что твое царство не продлится, и, Господь уже ищет еще одного человека по душе, 1 книга царств 13 стих 14. Бог говорил, Савль, как царь, тебе конец. Я довольно долго терпел ваши бунты и ваши непослушные сердца, но теперь я нашел именно того человека, который будет служить мне. Этот человек, который займет твое место, человек с послушным сердцем, человек с сердцем, которое откликается на меня, человек, который будет следовать каждому моему приказу, исполнять каждое мое желание и исполнять любую мою волю. Здесь мы видим два очень разных вида сердцем, сердце Давида и сердце Саула. В глубине души Давид был готов повиноваться, но Саул довольствовался лишь внешними актами жертвоприношения. Давид служил Богу, Саул служил себе и делал все по-своему. Давид заботился о том, чтобы следовать воле Бога, но Саул заботился только о своей воле. Сердце Давида было сосредоточено на Боге, Саул был сосредоточен на Сауле. Хотя Давид не всегда слушался Бога, в конце концов у него было самое главное – сердце, подобное Божьему. Напротив, преданность Саула Богу была импульсивной и спорадической. Хотя Давид был хорошо известен своими физическими способностями и силой воина, он смиренно полагался на Бога, доверяя Ему и признавая Его снова и снова. Господь, сила жизни моей, Салом 27, стих 1, курсив автор. Саул, напротив, был горд, это зависело от его собственных способностей, его собственной мудрости и суждения, а также от его мясной руки. Бог дал обоим царям возможность возглавить Израиль, но в итоге они пошли разными путями, Саул отвернулся от Бога, а Давид приблизился к нему. Сердце Саула не откликалось на волю Бога, тогда как сердце Давида было предано послушанию. Они были как два разных музыканта, один был как тот, кто сидит за фортепиано и бьет по нему, немного здесь, немного там, каждый может играть, ноты, а другой был как студент, который часами сидит, дисциплинированный, верный и преданный ученик. Первый создает незрелые, неправильные, диссонирующие, затухающие звуки, в то время как другой учится, растет, совершенствуется и возвышает сердца и души других, настраивая себя на музыку Всевышнего. Музыка Саула, его хождения с Господом были импульсивны, приходящей и неразвитой. Но Давид, сладкий псалмопевец Израиля, преподнес Богу чистейшие мелодии преданной любви и преданного послушания. Воистину, его сердце было сердцем по сердцу Бога. Да, но как? Как мы можем подражать сердцу Давида в нашей преданности Богу? Что мы можем сделать, чтобы Бог создал в нас преданное и послушное сердце? Сердце, посвященное исполнению воли Бога, является важным компонентом, когда дело доходит до проявления нашей любви к Нему. Бог призывает нас заботиться о своем сердце. Как мы отмечали ранее, Бог говорит нам, больше всего храни, храни сердце твое, ибо из него течет жизнь, притча 4 стих 23. Когда мы идем путем жизни, Бог говорит, что мы должны исследовать путь наших ног, стих 26, и смотреть вперед, а не направо или налево, стих 27, мы должны следовать путям, установленным Богом, стих 26. Бог говорит, что ключом к жизни послушания, жизни, которая остается на его путях, является сердце. Если мы будем заботиться о своем сердце, если мы будем усердно внимать ему и заботиться о нем, тогда все остальные вещи, действия, то, что входит и что уходит из жизни, будут устроены Божьим путем. Сердце, отзывчивое к Богу и Его путям, ведет к послушанию, и эти проверенные стандарты могут помочь нам оставаться на Божьем пути. Сосредоточьтесь на том, чтобы делать то, что правильно. Когда Бог заглянул в сердце Давида, он увидел там то, что хочет видеть в нас, в сердце, исполняющие Его волю и всецело любящие Бога, ищущие Его через Его Слово и молитву, бадрствующие и ожидающие, всегда готовы исполнить все, что Он скажет, и готовы действовать, как только Он выразит свое желание. Такое мягкое и послушное сердце сосредоточится на том, чтобы поступать правильно. Но как насчет тех ситуаций, когда вы не уверены, что это правильно? В глубине души вы хотите поступать правильно, но не уверены, что знаете, что правильно. Ничего не делайте, пока не спросите у Бога направление, и не узнаете, что правильно. Найдите время, чтобы помолиться, подумать, изучить Священное Писание, и попросить совета у кого-то более опытного во Христе. Если человек просит вас сделать что-то, в чем вы не уверены, просто скажите, мне нужно немного подумать. Я дам вам знать позже. Не делайте ничего, пока не узнаете, что нужно сделать. Также рассмотрите следующие стихи. Нам сказано, пазновай его во всех путях твоих, и он сделает стези твои прямыми. Притчи 3, 6. Это обещание. Мы также знаем, что, если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, и дастся ему, Иакова 1, стих 5. Это еще одно обещание. Также живите поистине, из Иакова 4, стих 17. А кто разумеет делать добро, и не делает, тому грех. Посмотрите прямо в лицо Богу и помолитесь. Я не хочу грешить, поэтому мне нужно знать, что правильно, что делать хорошо. Позвольте Богу вести вас на вашем пути, чтобы вы могли быть уверены, что поступаете правильно. Короче говоря, если вы сомневаетесь, лучше ничего не делайте, Римлянам 14, стих 23. Перестаньте делать то, что неправильно. Как только вы подумаете, или сделаете что-то противное Божьему сердцу, немедленно остановитесь. Такое действие имеет решающее значение для того, чтобы научить свое сердце отзываться на Бога. Просто остановите деятельность. Если это сплетни, прекрати. Если это недостойная мысль, остановите ее, филиппийцам 4, стих 8. Если в вашем сердце есть искра гнева, остановите ее, прежде чем действовать. Если вы уже сказали слово, которое не строится, остановитесь, прежде чем сказать другое. Если вы сказали, да, чему-то, но не чувствуете покоя по поводу этого решения, остановитесь. Или, если вы попали в ситуацию, которая оказалась чем-то, чего вы не планировали, остановитесь и выйдите из нее. У всех нас был подобный опыт, они случаются каждый день. То, как вы ответите, покажет, что находится в центре вашего сердца. Прекращение деятельности или мыслительного процесса до того, как грех прогрессирует и возьмет вверх, вернет ваше сердце обратно к Богу и вернет вас на ваш путь. Так взывайте к Господу, Он даст вам силы, какие бы ни были искушения, какие бы опасности ни встречались на пути, евреям 2, стих 18. Признайся в чем-нибудь плохом. Поскольку Христос покрыл наши грехи своей кровью, своей смертью, мы с тобой прощены. Возможно, мы не чувствуем себя прощенными, но нам с вами просто нужно знать, что мы простились. Однако мы все еще продолжаем грешить. Поэтому, когда я делаю что-то вопреки Слову Божьему, я знаю это в своем сердце, это неправильно, это грех. Я не могу этого сделать. После всего, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас, первое письмо Иоанна 1, стих 8. Поэтому я называю грех, грехом, тем самым я учу сердце откликаться на обличение Божьего Духа. Когда мы с вами исповедуем наш грех, вот так, Бог верен и прав, чтобы простить нам грехи наши, и очистить нас от всякой неправды, 1 Иоанна 1, стих 9, и чем быстрее мы исповедуемся, тем лучше. Когда вы исповедуетесь в своих грехах, обязательно отрекитесь, и от них. Притча 28, стих 13 предупреждает нас, вскрывающий свои грехи не будет иметь успеха, а кто исповедуется в них, и отвернется, тот будет помилован, выделено нами. Не уподобляйтесь фермеру, который сказал, я хочу признаться, что украл сено у соседа. И когда пастор спросил его, сколько он украл, крестьянин ответил, я украл палузла, но мы собираемся оставить его целым узлом, так как сегодня вечером я вернусь за другой половиной. Проясните ситуацию с другими, исповедь решает все перед Богом, но если мы обидели другого человека, мы должны разобраться и с этим человеком. Когда это уместно, мы должны признаться в нашем неправомерном поведении вовлеченному лицу. Мне пришлось сделать это в первое утро, когда я попал в хор в нашей церкви. Ко мне подошла милая женщина, улыбаясь, и спросила, вы одна из новых участниц? По какой-то причине я огрызнулся, нет, но я один из новых членов. Когда он сказал эти слова, я сразу почувствовал убеждение, но мы шли в очередь, чтобы петь, поклоняться. Я с трудом пел все эти проникновенные и обличающие гимны о нашем драгоценном Иисусе. Наконец я вернулся в хоровую комнату и извинился. Я подождал, пока не придет женщина, которую я обидел, и сказал, у меня действительно очень острый язык, не так ли? Мне очень жаль, что я ответил на ваши добрые слова такой ерундой. Пожалуйста, не могли бы вы простить меня. Идите вперед как можно скорее. Наш враг, сатана, радуется, когда наша неспособность повиноваться Богу удерживает нас от служения ему. Вы и я могли бы легко погрязнуть в том факте, что мы подвели Бога, позволяя таким образом нашим эмоциям удерживать нас от упорства и следования за ним. Мы знаем, что нас простили. Мы прекратили свое плохое поведение, мы признали и исповедали свои грехи, мы отказались от своих мыслей или действий и прояснили ситуацию. Но мы по-прежнему говорим себе, не могу поверить, что я это сказал, подумал или поступил таким образом. Как я мог это сделать? Я не достоин. Я совершенно не способен служить Богу. В таком случае нам нужно обратиться к другой истине из Божьего Слова и позволить ей поднять нас, встряхнуть, освежить и вернуть на правильный путь. Шепча нам на ухо свое божественное руководство, Бог призывает тех из нас, кто исповедал свое непослушание и получил прощение. «Поступать так, как поступал Павел, забывая то, что позади, и устремляясь к тому, что впереди, я стремлюсь к цели». Награда Вышнего Звания Божия во Христе и Иисусе, филиппийцам 3 стихи 13 и 14. Как только мы признали и разобрались с нашей неспособностью следовать за Богом всем сердцем, как только мы разобрались со своими актами непослушания, нам с вами нужно отпустить все это из прошлого и двигаться дальше. Мы должны помнить полученные уроки, но мы приучаем наши сердца к повиновению именно тем, что повинуемся Божьему повелению идти вперед. Ответ сердца Теперь, дорогой последователь Бога, мы подошли к концу первого раздела этой книги, и то, что мы узнали о наших сердцах, поможет нам решиться следовать по пути, который Бог предлагает нам в следующих нескольких главах. На следующих страницах мы подготовимся к изучению других аспектов нашей занятой и сложной повседневной жизни. Но прежде чем мы перестанем фокусироваться на наших отношениях с Богом, нам с вами нужно серьезно взглянуть на наши собственные сердца. Послушание — это фундаментальная точка опоры на пути Божьей боли, на пути, которым она будет следовать как женщина согласна своему сердцу. Удерживая себя здесь, вы сможете позже ответить на то, что Бог говорит вам. Итак, подумайте прямо сейчас, находится ли ваше сердце полностью в руках Бога. Отдал ли ты свою боль ему и положил ли ее у подножия креста его сына? Когда Бог смотрит в ваше сердце, легко ли ему увидеть вашу готовность повиноваться ему? Во дни Саула Бог объявил, что ищет сердце, которое будет повиноваться ему, исполнять всю его волю. Описывают ли эти слова ваше сердце, дорогой читатель? Является ли желание Бога вашим желанием? Стремится ли ваше сердце твердо следовать за сердцем Бога? Псалом 62 стих 8, близко к нему, по пятам за ним, буквально цепляясь за него. Можете ли вы выделить какое-либо поведение в вашей жизни, которое требует, чтобы ваше сердце ответило исповедью, и изменением, которое побуждает вас встать на путь послушания? Если это так, остановитесь прямо сейчас, признайте эту область непослушания, исповедуйте этот грех, примите решение отказаться от такого поведения, а затем вернитесь на правильный путь Бога, путь красоты, мира и радости. В той мере, в какой ты будешь желать всего, чего желает Бог, любить всего, что Он любит, и смиряться под Его крепкую руку, первое письмо Петра 5 стих 6, тогда твое сердце действительно будет с сердцем по Богу. Какая благословенная мысль! Дорогая подруга читательница, от имени коллектива христианского полиглота приветствую и благословляю вас, и я рад, что вам нравится эта работа, которую мы смиренно подготовили для вас. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нам, в этом проекте, наша цель, благословить вашу жизнь книгами, созидующими вашу христианскую жизнь. Также предлагаем вам адаптации на вашем языке, чтобы вы могли наслаждаться ими, и легко их понимать. Теперь мы хотели бы прочитать ваше мнение и предложение о будущих изданиях книг, которые вы хотели бы услышать на вашем языке, который вы еще не слышали. Если вам понравилась эта работа, которую мы подготовили специально для вас, мы просим вас помочь нам расти, ставя лайки на канал и подписываясь, и таким образом достигать новых верующих, которые хотят подпитывать свою христианскую жизнь. Мы с нетерпением ждем встречи с вами на следующей неделе, чтобы продолжить чтение этой книги под названием «Женщина по сердцу Бога», написанной Элизабет Джордж, автором этой и многих других книг, посвященных христианской жизни женщин. Также жена Джима Джорджа, пастора и проповедника христианства. Следуйте за нами в этой новой серии, созданной и разработанной специально для женщин-христианок, где мы научимся быть женщиной с сердцем, желающим исполнять волю Божью. На следующей неделе мы продолжим учиться тому, как иметь отзывчивое и покорное сердце. Будьте здоровы!